Ток-шоу по фактам в прямом эфире. Меня зовут Юлия Федорова. Добрый вечер. Сегодня на мои вопросы ответит лидер нашей партии, бывший мэр города Бельце, Рената Усатый. Добрый вечер, господин. Добрый вечер. Ну что ж, начнем мы с актуальной газовой темы, в которую вы подбросили, надо признать, весьма качественной. Дровишки, огонь разгорелся, нешуточный. Во-первых, на фоне скандала снижен тариф на газ. Для бытовых потребителей до 18 лет в 7 банов с НДС. При этом в суде с вами грозит встретиться экс-министр инфраструктуры Андрея Спыну, где он намерен потребовать доказательства ваших обвинений в его некомпетентности и коррупции, и как следствие неадекватного размера тарифа на газ. Глава Молдова ГАЗ, Вадим Чубан, заявляет, что смена поставщика для бытового потребителя не так проста, как вы ее представили, длится не менее 20 дней и так далее. Он назвал ваши доказательства фейком или политической спекуляцией, насколько я помню. Тут уже вы грозите судом. И две эти составляющие мы непременно обсудим. А пока ваш вывод. О чем говорит такая реакция на ваше разоблачение, можно сказать, ответственных лиц? И, собственно, каких шагов вы ожидали в ответ на ваши обвинения? Давайте с самого начала. Во-первых, сам факт, то, что власти так быстро, в течение одной недели, несмотря на саммит с участием лидеров 40 государств, который прошел в Бульбоке, так быстро снизили тариф, хотя говорит о том, что они испугались, и они четко, можно сказать, проявили слабость, трусость. Но для меня не важно то, что они проявили слабость и трусость. Для меня важно то, что людям снизили с 29 лет уже до 18 лет. И, уверяю вас, снизят еще больше. Потому что я не подбрасывал дрова. Я просто взорвал ситуацию, потому что, когда обычные люди, и не важно, это физические лица, у кого там небольшой домик, квартира, или у кого-то мелкий или средний бизнес, одни платили 29 лет за газ, другие платили 10, 11, 12, 13 лет. Ну и все это назревало. Тут вышел Ренат Усапов. Я когда показал, скажем так, два параллельных мира, моя претензия к власти была, почему вы скрывали от людей, почему госпожа Санду, как президент страны, например, на мероприятии, на котором были десятки тысяч людей, 21-го числа, который они приняли, 21-го мая, не вышло и не сказал, уважаемые граждане страны, я вас всех люблю, мы о вас реально заботимся. Помимо евроинтеграции, имейте в виду, есть еще один небольшой нюанс. Можно сегодня покупать газ в 2-2,5 раза дешевле, потому что многие из вас закрыли свои бизнесы, приостановили свою экономическую деятельность. Многие из вас даже в марте, в апреле сидели в куртках дома, потому что у нас была очень холодная весна, ведь этого никто не сказал. Они все с одной стороны говорят, мы знали, что есть газ дешевле в стране, но все об этом молчали. И президентура, и правительство, и партия власти, и практически вся оппозиция. И когда я разобрался в том, что одни были компании связаны с одним политиком, другие с другим, плюс самое главное, почему власть это скрывала, чтобы было понятно, потому что тот газ, который с Пыну, газ именно с Пыну, как я его называю, который был закуплен перед Новым годом и после Нового года по цене примерно 1000 евро за 1000 кубических метров, это цена с доставкой в Молдову до границы, значит, они хотели израсходовать его как можно быстрее, и они умалчивали эту ситуацию с параллельным рынком, можно сказать, для того, чтобы люди продолжали покупать по 29, потому что после моего заявления в первый же день порядка 300 компаний в стране написали заявление в Молдово-ГА, что мы хотим расторгнуть, вернее, расторгнуть, уведомить вас о том, что мы будем покупать у альтернативного покупателя, потому что как в законе, и господин Чабан как бы, ну не то что лукавил, ну понятно, он застаивал свою повестку у компании, которую он возглавляет, но в законе не было предусмотрено, что вы должны были расторгнуть договор с Молдово-ГАЗ, вы просто отправляли уведомление о том, что вы со следующего месяца будете покупать, неважно по какой цене, это ваши договоренности с тем, кто продает газ в два раза дешевле, и вы просто уведомляете Молдово-ГАЗ, да, правда, я также сказал на пресс-конференции, что процесс занимает около 20 дней, Молдово-ГАЗ проверяет, есть ли у вас задолженности, все ли у вас в порядке с щетчиком, то есть есть какие-то технические процедуры, но разрешать или запрещать, Молдово-ГАЗ не имеет права, то есть, поэтому они испугались, что вся страна пойдет уведомлять Молдово-ГАЗ. Зимой так и было бы. И покупать, потому что что сделал я? Я заключил один договор на одну квартиру, на 14 лей, 50 бань, и одно юрлицо, которое потребляет тоже немного газа, 14-50, меня завалили сообщениями владельцы теплиц, автосервисов, говорят, вы понимаете, мы не открыли теплицы в этом году, мы бы их открыли, если бы мы знали, что можно покупать весной за 10-14 лей ГАЗ, по 29 мы не можем выращивать ни огурцы, ни петрушку, ничего, это для нас просто убийственный тариф, люди восстали, они, чтобы хоть как-то потушить ситуацию, быстро снизили тариф, плюс, это впервые в истории молдавской политики за 30 лет, когда власти, неважно, из страха, из трусости, совесть у кого-то проснулась, хотя в нашей ситуации из страха, власть понижает тариф, вы видели хоть одну пресс-конференцию, премьера, или президента, что граждане страны, с сегодняшнего дня мы добились снижения, никто не вышел, потому что все понимали, все понимали, что это будут делать рекламу усатому, как они говорят, потому что сделали несколько фокус-групп, несколько опросов по телефону представителей власти, где спрашивали, скажите, пожалуйста, благодаря кому подешевил газ? Майя Санду, президенту, благодаря правительству, вне парламентской оппозиции, или Ренату Усатому? И 72% ответили благодаря Усатому, и они побоялись даже обрадовать людей официально, что вот мы снизили тариф на газ. Ну, неправда, господин Года, пресс-секретарь правительства, сказал, что снижение цены на газ является вот одним из успехов этих 100 дней. Это сказал господин Усатый. Господин Воды, кто такой господин Воды? Да, у него есть должность, но в таких ситуациях, вы же понимаете, всегда собирали всю прессу, выходил премьер, полчаса рассказывали, как они боролись за это, что они предприняли. Поэтому они просто, скажем так, первый бой проиграли, но я хочу, чтобы граждане услышали. Да, то, что понизили тариф до 18 лет для физических лиц, это хорошо, но мы должны бороться дальше и добиться еще, победить еще в двух боях, потому что это все-таки не битва выиграна, там не война, это будет... Сейчас об этих двух боях мы еще поговорим, но не могу не отметить в этой связи, что министр энергетики Виктор Парликов назвал ваши разоблачения ничем иным, как, цитирую, чтением с интонации письма, которое он отправил в апреле в Нареи, которое опубликовало в конце мая, правительство заметило несправедливость на рынке и попросило Нарея вмешаться. Нарея вмешался и вуаля, 18 лея в 7 банов. Парликов объяснил, что в тариф на газ установлен Нарея включена закупочная цена те самые 927 долларов за тысячу кубов, которые учитывают и тарифное отклонение. Мы с вами неоднократно вернемся к этому волшебному словосочетанию тарифное отклонение накопленной Молдова-газ. Тогда как у альтернативных поставщиков газа эта цена составляет 400-500 долларов. То есть всему виной тарифные отклонения, а не ваши инсинуации. Теперь вопрос. Господин Парликов, я видел это письмо 18 апреля, ну по крайней мере он опубликовал письмо, где написано, что 18 апреля он уведомил Нарея о том, что сегодня есть компании в стране, которые торгуют газом в два раза дешевле. Я вам больше скажу, он в эфире, сидя на вашем месте, сказал, а это не первый год происходит. Да, есть компании. Но не сказал про дешевле, сказал, что есть альтернативные поставщики. Если бы господин Парликов 18 апреля, а желательно в феврале или в марте, когда уже многие экономические агенты покупали газ в разы дешевле, чем оплачивали дома бытовые потребители или там владельцы мелких средних бензов, и сказал бы, что, ребят, есть газ в два раза дешевле, мы тут боролись за третий энергопакет. Рынок сегодня свободен для всех, кто хочет продавать газ. Поэтому идите покупайте газ в два раза дешевле. Почему он это не сказал? Это раз. Два. Очень важный нюанс. Я специально сделал фотографии с сайта правительства, потому что вы как журналист и граждане нашей страны, я уверен, неоднократно слышали о том, что договора конкретно о двух закупках газа с кем-то из-за рубежа они засекретили в целях сохранения стабильности, независимости и так далее. Они засекретили решением комиссии по чрезвычайным ситуациям. Так попросили партнеры, говорят они. Секундочку. Вы знаете, на чем я их поймал? Просто это была первая или вторая пресс-контресса. На Укртрансгаз? Нет. Хуже. Я их поймал на другом. Чтобы вы понимали, до моей пресс-конференции, которая была там 10-12 дней назад, реально не было ничего засекречено. Они засекречили устно для вас, для всех, потому что я попросил специалистов, просмотрели все решения комиссии по чрезвычайным ситуациям, потому что засекретить могли решением комиссии или принхотер-эриди-гуверн. Нигде не было пункта о том, что мы приняли решение засекретить такой-то контракт или там такую-то сделку и так далее. Значит, после моей пресс-конференции на прошлой неделе вечером часов, в 9 вечера, значит, на сайте Гавмд, вот смотрите, идут вот все диспозиции этой комиссии, все решения комиссии по чрезвычайному ситуации. Вот смотрите, номер 58, вот 28 января. Понятно. там номер номер 58, значит, тоже 28 января. Да, дальше идет 57, ну, то есть, и так они по порядку, вы найдете видно, то есть, ничего такого. Я с синей стрелочкой отметил, смотрите, экстрас, день диспозиция, чинзэшапти А, динноус, произвещение моря, опубликовали датой 26 апреля. То есть, это айтишники не нашли другого места, так не объяснили техники. Но реально, смотрите, что такое А, для телезрителей, чтобы было понятно. Так, во время разных там правительств, когда фабриковались какие-то уголовные дела, ведь есть также регистру, журнал, где регистрируются все решения этой комиссии. И когда нужно было возбудить задним числом уголовное дело, всегда, так как заняты все места, 56, 57, 58, 59, и так далее, здесь добавили просто букву А. Но они это объясняют тем, что именно в апреле они опубликовали все, решили это не скрывать, с учетом того, что заработало новое министерство энергетики, и они решили рассекретить. Юля, вы поймите правильно. Значит, вот второе, значит, все они идут, 40, диспозиция номер 46, от 11 ноября 22 года, должно было быть опубликовано в ноябре, а опубликовали в апреле. Опубликовано там, через какое-то количество сегодня в декабре. Но еще раз, даже то, что они апрельской даты опубликовали, этого не было, потому что это появилось после того, как я поднял скандал, чтобы как-то потушить пожар. То есть, вот добавление во второй диспозиции тоже буквой А, потому что, смотрите, занято, и диспозиция 45, и 46, и 47. если бы оно было реальным, то оно бы имело номер, а они просто 46-му добавили и тут буква, и 57-е, пожалуйста, тоже добавили. Не может не наводить на мысли, я слышу. Вы не найдете ничего у них на сайте, ни за осень, ни за зиму, и так далее. То есть, короче, это просто группа лиц, которые ходят на телеканалы. У одной из ваших коллег на одном телеканале господин Спену вместе с директором Энергокома, они открыто признались в том, что, вы понимаете, в 21-м году, когда мы начали, Энергоком понятия не имел, ни как закупать газ, ни как продавать и так далее. Ребят, а почему вы решили поучиться на карманах наших граждан? Когда я их обвинил в том, что есть сегодня у всех биржевых товаров, и не важно это, я, например, всю жизнь был связан с железным, строительством, с производством инструмента для железных дорог, и я знаю, что, например, рельсы – это биржевой товар, так же, как и газ и другие. Значит, есть один из видов страховок, хеджирования, значит, это когда ты страхуешься от рисков. То есть, чтобы люди нас понимали, простые, которые смотрят, вот сегодня есть обязательное страхование для вашего автомобиля, где нет вариантов у вас делать, не делать, вы обязаны застраховать от нанесения ущерба третьим лицам. А вот каска, вы, Юлия Федорова, хотите делать и себе на автобусе, но когда вы пользуетесь публичными деньгами, бюджетными людьми, там нет слова «хочешь, не хочешь», они не застраховали от рисков, заключая эти договора, потому что, если бы они застраховали эти сделки, они могли бы потом либо расторгнуть расторгнуть эти договора без пени, без штрафных санкций, либо пересмотреть тариф, то есть, и самое главное, то, что я вам сейчас все рассказываю, я в этом разобрался за 10 дней, не имея ни энергокома, ни правительства, ни министерства инфраструктуры, а тут, помимо всех этих специалистов, кавычка, еще куча НПО, которых их обслуживает, всякими рекомендациями, проектами, законами, и так далее, что это такое, когда признается Испыну и директор энергокома, когда я разоблачил, что, послушайте, что за иностранные граждане, я не против консультации иностранных граждан, правительства, парламента, но когда один из иностранных граждан, господин Кополс, который нельзя сбрасывать со счетов, господин Кополс является директором украинской компании, и параллельно является консультантом правительства, и эта же компания после его консультации, директором, которым он является в Украине, компания Эру, значит, выигрывает тендер. И в этом признается господин Спыну в стиле звери. Да, но мне, знаете, что понравилось, когда в программе говорят, он что, работал консультантом в энергокоме, директор энергокома такой зашуганный, говорит, нет, нет, он работал в правительстве. Понимаете, что это такое, чтобы люди понимали, когда привлекают людей. Одна из компаний, у которых Молдова Газ закупила больше всего газа, принадлежит, да, энергоком, бывшему, не Молдова Газ, а Молдова, да, энергоком, принадлежит бывшему советнику возглавляемого министерства, Андрея Вспыну, того времени, вот этому самому Вильяму Копулсу. Он консультировал власти Кишинева в процессе организации тендеров на поставку газа, и он также стал победителем тендера. Это факт, это никакая не дезинформация, факт подтвержден самим господином Вспыну. Юль, мне попалась фамилия Копулс, и вторая, важнияк, еще один гражданин, который тоже консультировал, и поверьте мне, скандалов будет очень много, власть рано или поздно уйдет, и будут уголовные дела. Значит, я их поймал, они мне попались на карандаш, еще когда Вспыну летал в Санкт-Петербург на встречу с Газпромом, потому что Вспыну из туалета согласовывал каждый свой шаг. Вот он разговаривал вот с этими двумя гражданами иностранными, то есть я подумал, ну ладно, этот наш оленевод просто не разбирается, как бы, ну и в принципе, да, то есть я никогда не упрекал людей, и сам стараюсь по каждому вопросу консультироваться со специалистами, но там, но я считаю, что Вспыну мог взять паузу в Санкт-Петербурге и приехать и с этими консультантами хоть 10 раз встретиться, посмотреть там плюсы, минусы и так далее, потому что Вспыну с его уровнем владения русского и английского языка подписал, как бы, договор, в котором он процентов 90 ничего не понимает, понимаете, и вот это, как бы, уже преступление, а то, что эти граждане сегодня консультировали и компании выиграли, плюс, возьмем пресс-конференцию, так, когда в пятницу... Конфликт интересов не слышал. Конфликт интересов это как минимум. Я вам скажу, что я докажу через уголовку, я знаю, что вот и в Европе, и в России, я человек из бизнеса, всегда компании, которые претендуют на большие тендеры, и не важно, это связано со строительством или с поставками, всегда были очень сильно заинтересованы найти дорогу к тем, которые занимаются разработкой тех заданий конкурса. То есть, вы поймите, например, я знаю четко, что в тендере в 22-м году хотели участвовать и украинцы, и даже торговая биржа Румынии, и они не участвовали, потому что условия, да, директор энергокома говорит, но я купор отлачал на МИК-пресс, правильно? Если этот же человек делал тех условия, конкурса, и, например, прописал, так смотрит, ага, у конкурентов, продажи за прошлый год там 500 миллионов кубов, а у этой 600, ага, он пишет, все, минимальная поставка за прошлый год 600 миллионов, то есть, вы понимаете, человек этот имел доступ и к офертам, он имел доступ ко всему, поэтому не сложно было сделать так, чтобы выиграла компанию директора, в котором он был, потому что он участвовал во всех подготовительных процессах, а это как бы преступление, еще раз, самое страшное, что вот все это коснулось каждого гражданина нашей страны, когда я сегодня вижу какую-то критику, что вот, они были вынуждены, чтобы спасти Молдову от русской тирании, от русской диктатуры, от контроля, вытащить Молдову из-под контроля Газпром, и так далее, ребят. А чей газ вы поставляли нам? Да, во-первых, чей газ, потому что на тему чей газ, я вообще продолжаю заниматься этим вопросом, я хочу сказать и вам, и гражданам, что сюрпризы еще будут очень много, просто у меня очень много материалов, и так как я работаю... Мы навряд ли уложимся в этот час, но основные пункты, да. Значит, первое, иностранные граждане с нарушением, с грубейшим нарушением законодательства участвовали в лоббизме своих компаний, которые поставляли газ, и неважно, это деньги Энергокома, то есть деньги граждан Молдовы, это не деньги Энергокома, или это кредит Берда, понимаете, потому что кредит же все равно придется выплачивать гражданам нашей страны. Так Берд диктовал, дав нам эти 300 миллионов, он диктовал, у кого мы должны взять газ и по какой цене. но скажите, пожалуйста, кто будет возвращать эти деньги? Значит, сегодня почему Испыну и директора Энергокома, например, не говорит о том, что для того, чтобы оплачивать проценты и кредит Берду, они часть денег включили в расходы Энергокома. Почему, скажите, пожалуйста, Энергоком является единственной компанией, вопрос, на которой не смог ответить директор Энергокома другой вашей коллеги. вот конкретно, значит, значит, где на 2 миллиарда лей, тут была транзакция, так, вот она, значит, 20-го, значит, в апреле этого года, то есть, два месяца назад, значит, из Греции поступил газ на сумму 1 миллиард 772 миллиона ле, значит, это еще раз, расходы, включены транзиты и так далее, то есть, газ, с учетом всех расходов, пришел в Молдову. Каким образом на таможне он дорожает на 250 миллионов лей? Там эти вопросы тоже обсуждали. Да, что они сказали, что частные компании, часто занижают инвойсы, они что несут? С учетом всех выступлений в эфирах, мне закрадывается ощущение, что они недопонимают, какого масштаба махинации произошли. Сами недопонимают, хотя это не умаляет их вины в этом отношении. Они такие же, значит, забыл, как его зовут, Виктор или Александр, директор Энергокому, вот я его слушал, он какое-то время работал в частной компании, но человек еще раз, чужой, скажем так. То есть, то место рабочее, которое он сегодня занимает, да, он работал в одной филиале, в одном из филиалов, в филиал одной румынской компании до этого, но человек, еще раз, зеленый, я-то знаю от сотрудников Энергокома, которые, как бы, это, понимаете, он сегодня разбирается в своей, в своих прямых обязанностях, как тот человек, который, знаете, как, в целях экономии, отвез тещу на дачу в субботу, а забрал ее в ноябре. То есть, вот примерно, вот это уровень этого руководителя. И самое главное, Юля, если усатый неправ, если у них есть доказательства обратного, я же вышел, цивилизованно, пригласил Спыну, как главного массовика-затейника, выйти на публичные дебаты, на любом телеканале, который он выберет, чтобы он не говорил, что усатый где-то договорился, неудобно. Я сказал, выбирайте любой телеканал, любую площадку, я прихожу с документами, Спыну придешь, он что ответил, ему позвонили, вы пойдете с усатым на дебаты, еще раз, строго с документами, без там популизма, версий, теории заговора и так далее. Он сказал, нет, я не пойду с усатым на дебаты, я с ним встречусь в суде. Ну, что это такое? Вы поймите, в суде, вы увидите, что я вам устрою в суде. В суде я потребую рассекретить и буду прав. Для того, чтобы и судья сможет обязать того же Спыну, значит, предоставить информацию, которая является секретной, хотя для меня секретной нет. Я знаю и компанию посредник в Люксембурге, и компанию, которая продала газ изначально. И запомните, они от вас, от граждан, от всех не скрывают название компании. Ведь людям, в принципе, без разницы, как называется компания, которая продала в Молдове газ. Они скрывают условия покупки газа. Потому что там кроется весь джекпот имени Андрея Скорбина. Но еще переход на таможню, это очень интересно. Плюс вот то, что происходит на таможне. И пусть они не обвиняют частные компании в занижении инвойсов и так далее. Вы поймите, этот газ покупается сегодня, не торгуют бабушки, дедушки в Европе газом. То есть, это известные компании, как правило, с именем и так далее. И самая главная претензия. Спыну признается на другом телеканале, что он был одним из инициаторов того, чтобы запретить выдачу лицензий на импорт и продажу газа для новых компаний. И он же сегодня говорит, что тогда это было, чтобы остановить Газпром. И Мурац говорит, телеведущий, послушайте, ну хорошо, открыл бы Газпром свой филиал и продавали бы людям газ в подвале. Что это, плохо? И сегодня вот эти все спекуляции, когда говорят, вот мы готовы замерзать, лишь бы выйти из-под русского ига. Я сейчас... Вы тоже видите, как прозревают телеведущие на ваши глаза, да? Нас сегодня смотрят, я уверен, нас тысячи, десятки тысяч людей, если не сотни, работают строителями, не важно, в Молдове или за рубежом. Вот скажите, пожалуйста, товарищи строители, вот вы сегодня, когда у вас есть возможность купить кувалду за 100 рублей, сделанную где-нибудь в России, за 150 рублей, сделанную в Украине, и за 300... Тысячу? В Евросоюзе. Вы купите русскую не за того, что вы все пророссийские фанаты России, потому что ты можешь из своих личных обидцей купить кувалду в знак поддержки украинского народа, но когда ты должен купить 10 тысяч кувалду, ты не имеешь права покупать из-за своих каких-то амбиций. Ваш намек более чем понятен, но тут есть нюансы в отношении того, что вы говорите. При всей тарифной выгоде в Молдове, как заявляет господин Парликов, потребители, которые перейдут к альтернативным поставщикам газа, вы вот говорили о пробном переходе бытового потребителя, я напомню, там от 11 леев до 14 с небольшим могут обязать платить финансовые отклонения накопленные Молдова-газ, а они сейчас составляют ни много ни мало 1 миллиард 200 миллионов леев. И что вы на это скажете возжелавшим перейти к альтернативному поставщику? Во-первых, смотрите, еще одно доказательство того, что они хотели потушить пожар, запугать людей, но для этого ничего не сделал. Например, сегодня у нас какое число? 14 июня. Да. Значит, тут уже прошло дней 10, и ни один потребитель газа, ни один экономический агент, ни одно физлицо на сегодняшний момент, я вот проверял перед тем, как прийти в эту студию, не получило ни одного документа, письма с разъяснениями, во-первых, какие это финансовые отклонения, какой-то расчет, какая-то методология, то есть ничего нет до сегодняшний день. А до 30 числа осталось не так много времени, ведь они сказали, что все должны определиться до 30 июня, остаетесь вы у Молдова ГАЗ, либо уходите к частнику. Так вы что, отправите опять 29-го? То есть... Они нам объясняют, что там большие риски, вот сегодня стоит, допустим, 14 лейф максимально, а вот завтра будет стоить 50, и что вы будете делать, а вы уже перешли? Смотрите, я вам объясню. Значит, чудес не бывает. И не важно ГАЗ, не важно это частная компания или государственная, они, когда пугают людей, почему они не рассказывают, что в том числе и одна государственная компания, Трансавтогаз, также продавала ГАЗ по 10, 11, 12, 13 лей. То есть государственная, понимаете, то есть, ладно, если бы они только в сторону участников какие-то угрозы намеки кидали. Они говорят, а если у компании не будет ГАЗа, а скажите, пожалуйста, чем отличается Трансавтогаз от Энергокома и то, и то государственное предприятие, понимаете, то есть, чем отличается Трансавтогаз от Молдовгаза? Только тем, что это является дочкой Молдовы ГАЗа. Короче. Не, но возникает вопрос, почему бы тогда не перейти к Молдовогазу или к другому альтернативному поставщику, у которого цена ниже, чем предлагает? неважно, или частники, или государства всегда ГАЗ будут продавать с условием цен, которые есть сегодня в мире на ГАЗ. Почему, например, я сегодня категорически против вот этой их схемы заметания следов? И они говорят, нам осталось всего лишь еще 100 миллионов кубов ГАЗа с ПЫНУ, и цена сегодня 18 лей, а не 9, 9,50, которая должна быть, я математически это могу доказать, из-за того, что мы мешаем дешевый ГАЗ, который начали сейчас закупать, с газом с ПЫНУ, нет, давайте вы тот ГАЗ оставьте в резерве. Сейчас они так вас и послушают. Ну, послушайте, я в ямваре месяце, я в ямваре говорил, ребят, все, ошиблись, оставьте его на хранении, и покупайте ГАЗ, который есть сегодня на рынке, для того, чтобы люди платили в два раза дешевле. Так не только вы говорили, говорили эксперты, множество экспертов, но суть в том, что они говорят, что мы закупили, и тут же давай вам продавать по низким ценам, нет, и опять же тарифные отклонения, а они накопились за многие-многие годы. Правильно, почему сегодня люди, которые сидят дома, которые с последних сил ходят на работу и получают многие из них мизинные зарплаты, когда сегодня каждый десятый человек у нас в стране является нищим, почему они должны отвечать, за чьи-то проколы. Есть видео, которое я публиковал на странице в Фейсбуке, когда господин Петков спорил с одним из вами, не будь, с депутатом Раду Мариан, говорит, ребят, что вы творите сейчас? Этому видео, по-моему, года два или три даже уже, где он говорит, ребят, вот сейчас... Господин Петков миноритарный акционер, у него там 1% акции, молдового газа. Да, но Петков им говорил, вы сегодня должны чуть-чуть поднять тариф, потому что вы загоняете в минус Молдову газ и потом непонятно, что с этим всем будет. И этот говорит, нет, мы боремся за то, что, короче, чистый популист, понимаете, у нас в стране вообще 30 лет. То не повышали тарифы на воду, то не повышали на газ, иногда, когда это нужно было делать, но вовремя, и чтобы человек это не так на себе ощущал, резко, как это произошло. То на проезд транспорта. Для того, чтобы одних ждали, боролись за хорошие результаты на местных выборах, другие партии на парламентских. Я помню, во времена все говорили, не, не, ребят, сейчас нельзя трогать тарифы, потому что выборы, и как бы люди за нас не проголосуют и так далее. Нужно всегда людям говорить правду. Я одно знаю, что сегодня нас всех научили. Первого плюху каждый гражданин нашей страны получил в январе 22 года, когда решением национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям они обязали Андре задним числом поднять тариф на газ. Было? Конечно, это было. Наша партия. Я проработал детально и решение комиссии, и суды, которые проиграл господин Чубашенко, еще несколько активов, которые пытались амбулировать решение. эту историю в прессе. Значит, что же они приняли решение задним числом тогда поднять тарифы. После этого активисты, некоторые политические партии, пошли бороться в суды. Суды проиграли, суд сказал нет. Задним числом тарифы подняли законно. Что они сделали? Они создали прецедент, чтобы наша партия завтра. Вот у нас готово обращение к комиссию по чрезвычайным ситуациям. Вот оно. Пожалуйста, аргументировано со всем, что было у них в судах и так далее. Где мы просим уже понизить задним числом тарифы. Вы понимаете, в какой капкан мы их сейчас поймали? То есть, используя весь их строго механизм по поднятию задним числом цен на газ, мы сейчас просим понизить задним числом тариф с февраля на 18 лет. Мы не говорим 10-9. Потому что, тем более, цена в феврале уже была порядка в районе 500 долларов за 1000 кубов. И это не популистское заявление. Почему, например, кто-то скажет, вы требуете с февраля, а не с января, не декабря. Просто мы смогли сделать расчет рынка, какой был в феврале, марте, апреле. И сегодняшний тариф 18 лет можно пусть пересчитать задним числом. И поверьте мне, будет им аплодировать вся страна. Мы знаем, что увидите. Мы завтра это утром обращение отправляем в комиссию по чрезвычайным ситуациям. Они промурыжат нас, продержат долго. Вот я хотела вас спросить, чем по факту могут обернуться непосредственные судебные разбирательства? Объясняю. от имени нашего политформирования, нашей партии. Пойдем в комиссию. Они нам откажут. Дальше мы идем в суд. А вот туда мы уже придем. Районы, кварталы, жилые, массивы. Мы приходим, приходим красиво. Я уверен, придут десятки тысяч людей со всей страны, потому что они будут бороться не за вас, не за нашу партию, не за вашу, не за... люди должны научить бороться за себя, потому что каждый человек сегодня в стране платил эти безумные тарифы на газ. Понимаете? Я готов отстоять каждый пункт из нашего обращения. И поэтому вот это будет реальный суд, где граждане нашей страны смогут показать, что мы не стадо баранов, которых постоянно как-то дурят, дают какие-то поблажки, ведь почему они сейчас снизили до 18 лет, чтобы сбить панику? Они же уже после этого начали, может быть осенью мы еще раз снизим тарифы, ведь все эксперты ПАС, все их НПО ходили по телевизорам и говорили, мы осенью начнем снижение на газ, усатых запугал и заставил снизить сейчас цену. господин Парликов сказал, что никакой не усатый, это я все сделала, ну пытается, каждый пытается. Еще раз, Парликов не это сделал, Парликов говорил о том, что он отправил в Анре уведомление в апреле, что есть газ в Молдове, который частные компании продают дешевле, вот все, что сделал Парликов, а я же вышел на пресс-конференцию не с письмом к Парликову, а вышел и начал говорить, например, о том, что сегодня есть Франзелутца, который является не просто хлебокомбинатом, а стратегическим объектом, производителем номер один хлебобулочных изделий в нашей стране, и то, что правительство преступным путем не разрешало Франзелутцу уйти к частной компании и покупать газ по 10-12 лет, вам это доподлинно известно, Франзелутца пыталась пойти к альтернативному. Четыре раза ходил директор Франзелутца в правительство, мы говорили, нет, ты нам должен помочь быстрее закончить газ имени с пыльмом. Ну это одно из доказателей, пожалуйста, свидетель. Да, вы понимаете, поэтому сегодня то, что хлеб, вот они критикуют Шора, на украденные деньги раздают хлеб, а вы пас, вы просто дураки, потому что вы могли сегодня разрешить Франзелутцу покупать газ в 2,5 раза дешевле, и я посчитал, они могли примерно на несколько миллионов лей в месяц раздавать людям бесплатно хлеб, не за один лей, понимаете, вот это страшно. Будь это злой умысел или преступная некомпетентность, это не снимает никакое письмо, но мы вынуждены прерваться на короткую рекламу. Очень часто некомпетентность наносит больше вредач. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Вы же настаиваете на том, что тариф для потребителей, вы сказали в первой части программы и не только сегодня, должен составлять не более 9 лей, опираясь по факту на что? Объясняю вам. Рынок, доставка, прибыль компании, я имею в виду, то есть понятно, они не в минус должны его продавать. И значит цена на газ, стоимость его доставки 8% в НДС, потому что именно такой НДС сегодня на газ. Значит это позволяет сегодня продавать конечному потребителю, значит еще раз, те кто использует там низкое давление, значит 9,950 бань. Это реально, то есть еще раз, используя открытые цифры, это не какая-то секретная информация, то что я вам говорю. И кстати цена на газ на рынках начинает расти, вы обратили на это внимание? Да, поэтому еще раз, значит сегодня, понимаете Юль, вот если хочешь быть лучшим, наблюдай за лучшими. А сегодня власть, сами не знали, что с этим делать, понабрали себе очередных НПОшников, либо коммерсантов, которые заинтересованы чисто в создании своего бизнеса. Это советники. Я когда слышу, послушайте, такие же советники, я привел четкий пример, когда например утащили аэропорт Кишиневский в концессию, было сделано все под Шора, значит был такой же советник, гражданин США Сергей Яралов. Который сделал так, что ни одна компания в мире не могла из крупных компаний, например аэропорт Франкфурт, Шальдеголь, Франция, не участвовали в конкурсе для того, чтобы получить концессию в Молданский аэропорт. Почему? Потому что Сережа построил такую схему тогда, что они все получили приглашение за день, за два, понимаете? Либо отправляли им за месяц-два некоторым, но делали так, используя определенные технические технологии, чтобы люди... То есть в отправлях оно фиксируется, а реально не получали компания. А сейчас что происходит с аэропортом? Сегодня такие же... А сегодня что происходит с аэропортом? Сегодня... Пытаются привлечь компании, но никак. Послушайте, потому что, еще раз, всем должны заниматься специалисты. Сегодня, я не знаю топ-менеджмент, который руководит Кишневским аэропортом после того, как они забрали его у Шора. Я не готов дать свою оценку, как там обстоят дела на сегодняшний день. Но сам факт, вы же поймите, они сделали так, что, например, к нам почти никто не летает. Это как одна из встреч госпожи Гаврилицы, премьер-министра, я помню, с бизнесменами из-за рубежа, я просто умрял. Спасибо вам за то, что вы приехали в Молдову и как-то готовы инвестировать, что-то у нас делать. Но имейте в виду, что на нас в любой момент могут напасть, нас могут начать бомбить. Короче, коммерсанты улетали первыми рейсами из страны. Не попрощавшись. То есть сегодня они рассказывают о том, что они хотят убедить вернуться в ВЗР, другие авиакомпании. Ребята, вы сами всех запугали. Вы запугали не только авиакомпании. После некоторых заявлений многие взяли детей, продали бизнес и уехали за границу. Сегодня никто из них не вышел и, например, не сказал, так, через нас прошли, чтобы вы знали, за этот период сотни тысяч людей, граждан Украины, у которых было и не важно, на счетах или в сумках или в мешках, суммы 1, 10, 20, 50 миллионов евро, 100 миллионов евро. Никто не встал из этих наших руководителей, которые считают себя серьезными стратегиями и сказали, так, в Украине война, мы там осуждаем каждую ракету и так далее, то, чем они занимаются каждый день. Давайте-ка решением комиссии позволить им, например, по упрощенной схеме финансовые средства, которые они с собой привезли даже в налички, положить на счет в таких там молдавских банках, с условием, что на эти деньги тут будет покупаться земля, строятся здания и так далее. Ну, то есть, как-то эти деньги будут участвовать в молдавской экономике. Они делали так, что я когда видел новости, что задержаны двое жителей Одессы в возрасте 65 и 72 лет, у которых таможня изъяла 15 или 20 тысяч долларов США. Вы понимаете, эти люди бегут, то есть, короче, они по всем направлениям. Я думала, вам известно немного больше в отношении аэропорта, но вы еще не занимались этой темой плотно, насколько я понимаю, да? Но вернемся, так сказать, к ценам на газ. Вы обещали вывезти на центральную площадь Кишинева людей в случае, если тариф не снизится до 9 лет. В итоге, как скоро ждать, как вы это назвали, великого национального собрания 2? Да, Юрий, каждый шаг должен быть правильным. То есть, не просто таскать людей для повышения рейтинга партии и так далее, как у нас делали много раз многие политики. И я, к сожалению, в этом несколько раз участвовал. Значит, поэтому вот нужно пригласить людей под что-то конкретное. Не просто давайте придем и поднимем руки, чтобы мы все за дешевый газ. Вот еще раз говорю, обращение нашей партии завтра в комиссию, это позволит нас приглашать людей на суды, где вы поверьте, я помню суд, когда мне пытались дать арест, когда судья сидел. Причем один из судей, который тогда был, ну как все тогда слушались Плохотнюка, да? Если не все, то почти все на тот момент. И когда я видел лицо судьи, это был, по-моему, 16-й год, когда я опубликовал разговоры в Вайбере Филата с Шором, и за это они пытались там посадить это. Значит, когда по рации на меня привезли там маски-шоу на суд, и по рации там докладывают, а судья слышит. 7 тысяч человек идут по улице Штефа и Чалмари. Эти с юга собрались, 12 тысяч человек спускаются со стороны телецентра. С ботаники на автомобилях передвигаются колонны, автомобили там 2-3 тысячи штук. То есть, когда они понимали, что эти десятки тысяч людей, вы поймите, судья живой человек. И какое бы давление не пытался оказать на сегодня на него власть, во-первых, он сам платит за газ. Во-вторых, если он увидит десятки тысяч людей на улице, слушать какого-нибудь начальника из ПАС, поверьте, он не будет. Потому что он понимает, что эти люди вечером могут пойти к нему домой, например. Но давайте теперь перейдем, с вашего позволения, в политическую плоскость. Да, пожалуйста. То есть, поэтому еще раз, насколько дальше будут снижены тарифы на газ, люди должны понимать, что зависит от их участия в этих процессах. Я их не буду собирать просто на какие-то митинги в жару, чтобы люди бедные ездили. Я их буду приглашать на конкретные митинги, акции, где мы можем добиться результата. Понимаете? И это очень важно. Я показал сегодня, чего я добился как человек, который даже не является внепарламентской оппозицией. Понимаете? И мне очень жаль, что многие депутаты парламента сегодня, неважно от каких партий, изображают борьбу с ПАС. Сейчас, а был бы сегодня в парламенте, была бы сегодня наша партия с составом 7-8 человек, поверьте мне, они бы разговаривали сегодня там шепотом. А оппозиция им дает воздействие. Давайте будем раскручивать этот клубок, будем честны и откровенны, да, сила, как известно, в правде. Оттолкнемся от того факта, что Рената усатый политик, а газовая тема в текущем разрезе очень и очень чувствительна. Я вышел цифрами, не просто с популизмом, удешевите тариф и так далее. Ну, ваш, как ни крути, газовый ход коню, мы сейчас переходим в политическую плоскость, вписывается именно в политическую конву идеально. Это такое возвращение в активную политику. Более того, факт местных выборов бросить со счетов мы никак не можем. Скажите, пожалуйста, ну так нельзя говорить, извините. Вы поймите, вот когда я вернулся в 19-м году в страну, когда была коалиция социалистов с партии ПАС и платформа, да, Плохотнюк бежал из страны. Когда меня на всех телеграм-каналах, мои оппоненты, вот усатый вернулся по заданию Плохотнюка, чтобы разрушить хрупкую коалицию социалистов там с Майя Санды и Андреевна Стаса. И я, ко мне попал Кролл-2. У нас тоже все политики у вас в студии, в том числе, говорили про кражу миллиарда, но усатый вытащил Кролл-2 и показал, что Плохотнюк, главный бенефисар кражи миллиарда, Шор и все остальные, кто в этом участвовал. Понимаете, то есть я не подбирал никогда под выборы, то есть это просто ситуация произошла, если бы эта ситуация произошла в ноябре-октябре прошлого года, я бы ее взорвал в ноябре-октябре. То есть я никогда не храню информацию, знаете, чтобы, ага, давайте придержу под выборы. Логичный вопрос, что вам мешало это сделать? В январе, в феврале, вы в феврале-марте заявили о том, что вы возвращаетесь и сказали, 10 дней вам понадобилось для того, чтобы изучить тему. Да, объясняю, потому что, вы поймите, вот у меня закупки газа, вот то, что я, они вот с декабря, ну, 22 года, по включителям мая этого года, то есть эта вся информация накопилась за вот эти полгода, то есть это не информация, которая, эти действия не произошли, скажем так, в 21 году или в начале 22, и усатый это держал в столе, понимаете, до июня месяца. То есть плюс я в мае, когда уже имел четкую информацию о том, что, например, класс-контейнер закупает там 2 миллиона кубов в месяц у частной компании, там, в два раза дешевле. То есть вы накапливали информацию, правильно? Нет, не накапливали, я начал разбираться, вы поймите, вникать в информацию, во-первых, получить инсайт с Энергокома, с правительства, это же не лежало где-то под забором и так далее. Плюс, благодарю всех людей, которые мне писали в Инстаграме, в Фейсбуке, вы поймите, чем больше я говорил про газ, тем больше сотрудников из разных министерств выходили на меня, говорят, а вот мы хотим тебе добавить еще вот это, вот это, вот это. Я говорю, ребята, спасибо огромное, ну можно хоть какую-то пояснительную записку, потому что вы когда передаете коробку документов и, говорят, на усатый разберись, а это как бы, ну, то есть хотя бы давайте какую-то сопроводилку. Поэтому, когда ситуация происходит, я тогда ее и взрываю. Где я смог предупредить людей? Окей, вот сейчас, если найти в архивах, на ТВЦ-21, в мае 2014 года я вышел и сказал, уважаемые граждане Молдовы, идите все в Банк Адеэкономии, Банк Асачалы, еще какой-то банк, не помню из этих. Я говорю, там начинают красть ваши деньги, значит, все вышли тогда, и Нацбанк, и Шор, и так далее. Не слушайте усатого, да что этот балабол там вам говорит? Он хочет искусственно разрушить банковскую систему страны. И, к сожалению, спустя год все в этом убедились. А я же кричал... Я же неспроста вам задаю такой вопрос. Все же помнят желтые хризантемы, помним вашу поддержку на президентских выборах 20-го года, Майя Санду. Почему в данном случае? А в 16-м году Додона не помните в этой студии? И Додона помним, все помним, понимаете? То есть приклеилось вот это балабол, с одной стороны, кто-то вас называет предателем, вольны называть люди, как хотят, тем более, что есть ваши оппоненты, правильно? Есть, как ваши соратники и представители вашей же партии, есть и ваши оппоненты. Но, с другой стороны, есть граждане, которые вас разочаровались несколько именно по этому поводу. И граждане задают мне вопрос, который я задаю вам. Почему в данном случае граждане должны поверить, что это не своего рода политическая игра на стороне пас? Господин Спын, и так токсичная фигура, возможно, от него хотят избавиться. Для того, чтобы раздробить левый, либо условно левый, левоцентристский фланг. Очень прикольно. И перетянуть электорат на себя. Просто ответственно. Отвечаю на этот вопрос с заявлениями своих оппонентов. Спыну вышел, меня обвинил, что я готовлю дестабилизацию по заданию Кремля. И вместе с преступниками, которые там ей занимаются. Левые телеграм-каналы, так их называют, что усатый поручил эту информацию от румынских спецслужб. Да, вас, кстати, обвиняют в сотрудничестве с румынской разведкой. Представьте себе мое лицо. Когда слева кричат, что усатый сотрудничает с румынами, американцами и так далее. А правые говорят, что усатый с ФСБ и Кремлем готовят дестабилизацию. То есть, еще раз. Когда нечего предъявить усатому, а пытался Плохотнюк, возбудив мне порядка 30 уголовных дел. Игорь Дадон, как бывший президент, который пытался и создал определенное количество проблем в Москве и так далее. Понимаете, постоянно с 2014 года, вспомните, с моего появления. Усатому дает деньги Плохотнюк для того, чтобы оторвать у коммунистов голоса. Извините. Слушайте, так вас, я помню, у вас было подписано сотрудничество с Либеральной демократической партией России. Вас же Жириновский обвинил в том, что вы сотрудничаете с Плохотником. С вами разорвали отношения. Послушайте, тот же Жириновский. Царство ему небесное. Царство ему небесное. На телеканале, не будем называть, это видео видели миллионы людей в Фейсбуке. Рассказал о том, что он получил звоночек, его заставили. И растворили со мной соглашение, и наговорить на меня всякий бред. Владимир Вольфович был уникальный человек. Многие нас где-то сравнили. Разница только, знаете, в чем? Что Ренат Усатый, вот Жириновский, очень умный. Это один из самых умных начитанных людей, которых я видел. Но разница между нами в чем? Жириновский всегда, когда выходил перед камерой, делал и одевал маску. А я одинаковый. И на улице, и у вас в студии. Нет у Рената Усатого одного для улицы, второго для диаспоры, третьего для журналистов, или четвертого в жизни дома. Я одинаковый, понимаете? То, что меня боялись из 2014 года. Почему социалисты, которые боролись и победили Плохотнюка, за время правления Плохотнюка не получили ни одного уголовного дела? А меня и моих примаров уничтожали. Почему в президентские выборы в 2016 году, когда я поддержал Додона, мне возбудили дело по убийству, когда Чубашенко был наш кандидат. Перед этим поменяли возраст, чтобы я не мог лично выдвигаться. Сейчас им по одному уголовному делу возбудили, я это называю штрафом ГАИ. И они кричат на всю страну, ой, режим Айсанду, послушайте. Вы не знаете, что такое режим. Вы жили всю жизнь в тепличных условиях бройлерных, понимаете? Я всегда, как бы меня не оскорбляли, ведь оскорбляют меня так же, Юль, где-то прячась за какими-то безликими аккаунтами, я сегодня пойду в любое село в стране, неважно, в Гагаузи, в село унионистов, украинцев, в Молдаван, у меня нигде нет проблем. Я человек, который потратил, не выводил сотни миллионов, как некоторые политики, а потратил эти деньги на граждан нашей страны, на разные социальные проекты. Вы обменяетесь там, в России вы обменяетесь. Послушайте, меня тоже Плахотнюк обменял. Запомните, уголовное дело, возбужденное в России, во время предвыборной кампании на президентские выборы, поверьте мне, если бы я вышел тогда и начал говорить, что Игорь Дедон самый хороший человек на свете, это уголовное дело закрылось. А, кстати, сейчас на тему России. Вот сейчас вам со всей ответственностью заявляю, сегодня у нас это видео останется в архиве, и оно будет очень полезным не только в этом году и в следующем. Вот смотрите. Мне создали ряд проблем в России. Почему? Из-за тех же причин, из-за которых мне создало плохое. Ну, как-то привыкли. И западники привыкли иметь своих ручных политиков, и русские. Ну, вот так устроен мир. А Ринат Усат-то... А Ринат Усат-то человек, который, послушайте, который, если до 40 лет, невозможно оседлать коня, когда ему 5, 10, 20 лет, понимаете? А мне более 40. Понимаете? Если меня... Я слишком люблю свободу, люблю жизнь. Почему сегодня людьми, которым я преклоняюсь с детства, например, Владимир Высоцкий, или со студенческих лет Муслим Магомаев, да? Муслим Магомаев, его кто-то просто называет просто великим певцом, да? Высоцкого великим. Но это были одни из самых крутых антисистемных людей. Вы понимаете, что такое? Во время Андропова председателя КГБ Муслим Магомаев говорил, что он не будет петь на концерте. Один из самых крутых антисистемных людей. Я помню все эти истории. Да, и вы поймите. Я не знаю. Еще раз. То есть Магомаев – это человек, который ходил с сигаретой и на первом общественном, и на первом... То есть, короче... У нас очень мало времени, господин Усатый. Окей, у вас мало времени, а мне хочется... Ответы на вопросы. Мы еще с вами поговорим в один из следующих эфиров. Поэтому... Что вы сообщите той части вашего электората, который считает, что вы его предали, поддержав Майю Санну? Послушайте, электорат так не считает. Электорат был обманут тем же Додоном, который вышел на телеканал и говорит, послушайте, я проиграл выборы из-за Рената Усатого, и Ренат Усатый не левый. Уважаемые граждане, он правый, он продался американцам, румынам, взял деньги, всякие... Всякие... Ну, а логично с его точки зрения было обсуждать, почему... Нелогично. Почему... 15-го числа вы выходите и говорите. И Додон туда приезжал и с Цирди, и с Кумысом, и с комбикормом, и с деньгами. Вы 15-го ноября вышли и сказали, что я не поддерживаю ни Додона, ни Санду. Тут вечером состоялся разговор с Санду, и вы сказали... Ну, вы сейчас неправду говорите. Вы неправду говорите. А как было на самом деле? Я прошу прощения. Извините, такого не было. Я вышел, не было такого, что я... Значит, я вышел и сказал, что я не фанат Майя Санду. Но Додон для меня кулек, и я иду голосовать против Додона, против коррупции. Вот какой был у меня сигнал. Что произошло? Часть людей проголосовали за Додона, часть за Санду, из тех, кто проголосовали за меня, 260 тысяч человек. Треть, если не половина, вообще остались дома. И это видно, как я мог продать 260 тысяч, это пропаганда и манипуляция, что идет Игорь. А каким образом, например, я в Бельцах был на первом месте, во втором туре был Додон на первом месте. Значит, все-таки голоса не продались, перестаньте врать людям, люди не овцы. Ни один политик не может 260 тысяч человек продать, ни в Америке, ни в России, ни в Молдавии, нигде, понимаете? Вот. Поэтому, да, после того, что я увидел, что делает Майя Санду, я извинился перед людьми. Я сказал, что я больше никогда в жизни не буду ни за кого отвечать, потому что в 2016 году мы поддержали Додона, пол фейсбука писала, что Усатый взял деньги в Кремле, мне подарили какие-то бизнесы, чтобы до доступа... Да, сейчас фейсбук пишет, что вы платите каналам для того, чтобы участвовать в программе. После того, как выиграла Санду, меня обвиняют в другом туре. Я больше никогда во втором туре. Давайте реально говорить. Вот давайте представим себе, что у нас будут президентские выборы следующие. что вы платите деньги в телеэфирах. В каких телеэфирах? В ваших? Вообще во всех телеэфирах Усатый ходит и платит деньги, поэтому он, собственно, такой... Еще раз, послушайте. Это, к сожалению, самая мерзкая часть политики, которая у нас происходит, одна из самых мерзких, но это происходит, и вот есть люди, которые просто отвечают за желтый пиар, за черный и так далее. У меня таких не было, и мне это и надо. Вернемся. Вы считаете большой ошибкой? Если на следующий год президентские выборы. И давайте представим себе, что не получилось кандидату президента Ренату Усатому войти во второй тур. И там другие политики. Не будем назвать никаких именений. А вы будете баллотироваться? Вы уже об этом сказали. Я больше никогда не буду за кого-либо призывать или против кого-то голосовать во втором туре, потому что я потом вешу на себя все неудачи этих политиков. Ведь 4 года я получал за Додона, сейчас 2 года я получаю за Санду. Это была моя ошибка, это нужно было сделать и на предыдущих выборах. Но еще раз, исход выборов был бы такой же. Знаете почему? Даже если бы я молчал, Додон все равно бы проиграл, потому что я смотрел и голосование внутри страны, и за его пределами. Игорь похоронил себя, и неважно это, не выполнены обещания, как кандидата в президенты в 16-м году. Ведь люди, вы поймите, первый раз люди верят в обещания. Второй раз люди голосуют только за конкретно сделанные дела. Почему у меня не было проблем выиграть в Бельцах еще один мандат, хотя приезжал Додон как президент страны, Гречаная как спикер, Майя Санду как премьер тогда. Потому что люди увидели результат Усатова за 4 года. Понимаете, они не хотели просто... Какой бы из результатов вы назвали бы самым главным, ключевым на посту мэра Бельца? Какой результат? Сам факт, что мэрия 3 года подряд, еще раз, Игорь Мунтян, который меня критикует, еще не пропустил. Да бог с ним, вы скажите. Не, ну то, что Идис Витору вышел и сказал, что за 3 года Бельская мэрия самая прозрачная мэрия в стране, и это мои оппоненты говорят, не мои какие-то НПОшники там, или кто-то. Вы не жалеете, что вы ушли на ставку? Я тогда поторопился, я это публично сказал, потому что я воспринял это как акт, жест недоверия со стороны Бельчан, ну когда партия набрала 21 или 22 процента, четвертая. Четвертая даже. Третья или четвертая. По-моему, третий, вы сказали, я раздосадован. Но я протрезвел тогда, когда через два месяца я увидел, что блок социалистов и коммунистов, который набрал 51 или 53 процента на парламентских, через два месяца и кандидат проиграл даже кандидату Майя Сандуи, они заняли четвертое место, набрав 9 процентов. То есть я понял, что все-таки не надо мешать результат на местных выборах и на парламентских, потому что то, что бельчане проголосовали только 22 процента, кстати, для некоторых партий мечта получить 22 процента на парламентских выборах в чех же Бельцах, давайте согласимся. Я это воспринял, то, что люди ну просто не доверяют мне, потому что я же был не только мэром, я был и мэром, и председателем партии, поэтому я воспринял это и... Ну местные на носу, господин Усатый, будете ли вы баллотироваться? Войдете вы в эту реку еще раз? Я сказал, я публично говорил не один раз, одна из моих ошибок, я должен был, например, став мэром Бельц еще в 2015 году, должен был передать полномочия председателя партии другому человеку, вот невозможно совмещать работу мэра и председателя партии, потому что председатель партии это политика. Онлайн, помните, неоднократно вас? Просто то были протесты, то были уголовные дела, преследования, потому что должность мэра предусматривает, ты должен заниматься городом и меньше политикой, понимаете, то есть нет возможности у тебя ездить в Кагул, в другие города на встречи, организовывать партийные честь, из-за этого очень серьезно партия пострадала, и партия получила всего 4% на прошедших парламентские выборы. Сейчас мы строим ячейки. На сайт партии я вам скажу то, что более 2000 человек отправили CV, не позвонили по телефону, а 2000 CV за несколько месяцев, согласитесь, с людьми из разных уголков Молдовы, из разных уголков мира, где люди пишут, я ведь на что ставлю акцент? Чтобы не привести в власти новых идиотов, вместо тех, кто есть сегодня, мы строимся по принципам кандидатов, когда покажем, не важно, кандидатов, депутатов, министров и так далее, где покажи, что ты в жизни сделал, потому что, когда человеку 50 лет, и он обещает фабрики, заводы, всех сделать богатыми, счастливыми, а этот человек в своей жизни не построил даже киоск по продаже газированной воды. Вы говорите о том, что здоровой оппозиции нужно объединяться, и вы готовы объединиться. Кого вы называете здоровой оппозицией? Или так, с кем вы категорически не готовы объединяться? Ну, смотрите, я точно не могу сегодня сесть разговаривать с партией Шора и партией Кавкалюка, потому что одну, даже Плохотнюк, будучи партнером и другом Шором, был вынужден осудить судом первой инстанции за участие в краже миллиарда, чтобы хоть как-то сбить, скажем так, накал с троси в обществе. Партия второго человека занималась уничтожением моих людей в районах, фабрикацией дел, снятием, с выборов и так далее. Кстати, при действующем, при господине Речене, который был тогда министром внутренних дел, при Филате, понимаете, то есть с этими точно не... В разных партиях есть хорошие люди, понимаете, проблема в чем? Вы же понимаете, что разрозненной оппозиции не победить? Может, стоит на какое-то время зарыть топор войны, а потом уже разбираться по факту? Послушайте, я не против, но вот еще раз, две партии я назвал, с которыми я не могу сейчас говорить. Я очень откровенен и с вами, с телезрителем, но есть вещи, через которые я никогда не переступлю. Я не являюсь человеком, который... Вот, например, чем отличаюсь я от господина Додона? Игорь Николаевич для достижения своей цели, поверьте мне, если надо, даже поцелуется с мальчиком ночью, потому что у него стоит задача стать президентом, премьером. Я не могу, я не могу любыми путями идти к своей цели. Вот я такой человек, то есть у меня есть какая-то мораль и какие-то вещи, через которые я никогда не переступлю. И, кстати, на тему всех обвинений и то, что вы меня спрашивали, вот некоторые говорят, предатель. Мне интересно, что скажет господин Додон, вот смотрите, недавно в Москве прошло одно из совещаний, связанное с президентскими выборами в Молдове. На нем было принято решение, первое, уничтожить Додона, ну медийно имеется в виду, медийно-политический и так далее. Два, разговаривать с ним только через господина Батрынчу, никаких прямых контактов. Три, определили другого кандидата в президенты, имеется в виду на выборах в Молдове, и это не Игорь Додон. И было названо его фамилией, несколько других, которые будут, их заставят поддержать этого кандидата, которого Москва определила для предстоящих президентских выборов. То есть понятно, западники пойдут с Майя Санду, тут нет никаких, то есть это покупать. Значит, русские подготовили другого кандидата, я очень сомневаюсь, что этот кандидат сможет войти во второй тур, и неважно будет. Вы знаете его имя, фамилию, но не готовы назвать его. Конечно. Я даже знаю партии, которые заставят поддержать этого кандидата на выборах, но я не верю. Но мне вот тут интересно, что будет делать Игорь Додон, потому что вот все то, что делали против меня, румынский шпион, продался американцам, взял деньги у Хогана, у немцев, за Майя Санду, и вот что, бредят? Когда мне сказали, что уничтожит Додона? Отношения с Плохотнюком, потом у вас тёрки с Плохотнюком, потом он... Послушайте, еще раз. Давайте не будем... Извините. Послушайте, давайте называть вещи своими именами. С Плохотнюком у меня не было отношения. С Плохотнюком, будучи бизнесменом, я мог ходить... Не одно видео есть на эту тему. Юля, эти, во-первых, видео опубликовал лично я. Да, да. Они подтверждают. Два. Усатый пока был бизнесменом, я мог сидеть каждый день с Плохотнюком, Додоном, хоть с Папой Римским, понимаете? С момента, когда я пошел в политику, а скажите, а вышло хоть одно расследование, что Усатого был бизнес, с Плохотнюком, или с каким-нибудь Плохотнюком, понимаете? Надо отдать должное, нет. Вот, поэтому... Каким вы видите, раз уж мы затронули тему России? Просто я всегда был откровенен с людьми, вещи назывался именами. Раз уж мы затронули тему России, каким вы видите, каким должно быть текущее отношение Молдовы и России? Значит, да, безусловно, война, которая сегодня происходит в Украине, она серьезно осложняет... Она серьезно осложняет всем странам, у которых исторически были хорошие отношения с Россией, сохранять их на том же уровне или тем более развивать. Безусловно, я смотрю даже на ключевых партнеров, где ни для кого не секрет, что всегда были свои особые отношения и у президента Сербии, и у нынешнего, там, Вуйча, и у премьера нынешнего Венгрии господина Орбана, и у Эрдогана Турции. Но они как-то вот пытаются сохранить какие-то экономические отношения, но в то же самое время даже они были вынуждены выйти публично поддержать, что Крым это там часть... Должен быть частью Украины. Эрдоган, с одной стороны... Ну, Эрдоган, ну, как играют они, как играют наши политики? Эрдоган, который дарит, в том числе, Байрактары, один из самых современных видов оружия, в Украине, параллельно создает зерновые хабы, сейчас газовые, оставил открытым трафик для российских туристов, и на этом Турция зарабатывает сегодня, поверьте, сотни миллионов долларов. Верю. Каждый год. Верю. И наши, которые, где-то, чтобы кому-то понравиться, где-то из-за своих личных амбиций решили похоронить все. Я, например, категорически осудил выход из СНГ, и опять правые начали, там, вот, усатый, получил задание Кремля, как Кремля, конечно, как вы хотите. Юль, вы поймите, это то же самое, когда, например, я против базы НАТО, Маркулешта, где ее кто-то давно мечтает построить, и меня обвиняли, что усатый что-то делает с русскими. Да, у меня с русскими иногда могли сходиться позиции, как, например, по НАТО. Я не хочу ни базу НАТО в Молдове, ни 14-й армии, я не хочу никакой армии в нашей стране, я хочу сегодня национальный план развития нашей страны, чтобы люди зарабатывали деньги, понимаете, чтобы бизнесмена вносили на руках, потому что они сегодня издували с них пылинки для тех, кто сегодня пополняет бюджет, понимаете. У нас так мало времени, к сожалению, но вы так хорошо только что заявили о том, что я бы вот национальный план развития экономики поставил бы во главу угла. Мы не имеем права ставить во главе свои какие-то личные амбиции. Если, например, госпожа Санду или другие члены ПАСК, которые говорят у нее о НЕСТВИ, есть у нас в стране, у нее НЕСТУКИ, но вы не имеете права сегодня выходить из СНГ, потому что это против вашей идеологии. Я же сегодня, если выступаю против объединения с Румынией, я же говорю, что Украина и Румыния наши соседи, в первую очередь, мы должны торгово-экономически там выстраивать с ними, понимаете. То есть, и это правильно, потому что сегодня так исторически сложно. Но вы как зрелый политик, господин Усат, какими видите ключевые пункты плана выхода Молдовы из кризиса? Только когда страна начнет зарабатывать деньги. Вы поймите, я когда сегодня вышел, например, искал, и все желтые начали у меня там целую компанию, когда вышел, сказал, ребят, у нас есть сегодня, я этих людей видел за границей, и в Москве, и в Италии, и в Франции, где говорили о том, господин Усат, имею собранных 30 тысяч евро, собрал их за 10 лет, жена не знает, мечтал себе сделать автосервис. Другой говорит, что у него есть 300 тысяч евро. Есть молдаване, которые говорят, как, вы занимаетесь уборкой, я говорю, Ренат, мы когда-то убирали Виталию у кого-то дома, сейчас у нас уже своя компания клиринговая, вот есть собранных 300 тысяч, полмиллиона. Говорит, мы в кубышке собирали деньги, сегодня мы их в Молдове потратить не можем, потому что наличными можно оплатить не более 100 тысяч лей, 5 тысяч евро. Мы раньше покупали квартиры, сдавали их в аренду, покупали земли. Говорит, мы на аренде, очень много людей здесь проживут на аренде. Собственно, у нас и держатся цены на квартиры. Да, сегодня из-за этого все больше строилось. Вы видели, какой бум был в строительстве, продаже? Все встало, и они говорят, Ренат, это абсурд, мы сегодня куда-то эти деньги пытаемся, есть спекулянты учат нас, как их в Дубае за какие-то проценты считать, открыт, на Кипре еще где-то. Я говорю, ребят, давайте сделаем 100 тысяч евро для физлиц, чтобы они могли наличными, неважно, покупать машину, квартиру, землю и так далее. Усатый продвигает отмывание денег, и в озоне фискалы. Ребята, если на границе показывают, что этот человек более 185 дней находится за пределами страны, то есть он уже не налоговый резидент, и по границе видно, что в Молдавии бывает там месяц-два в году на Новый год, Пасху там. Ребят, давайте будем создавать условия, чтобы люди тратили, хотя бы наши начали тратить деньги у нас в стране. Это прекрасное завершение эфира, господин. Это не прекрасное завершение, это, к сожалению, констатация сегодня самого грустного, что никто не думает, а как никто не думает, если мне понравился в Абу-Даби индустриальный город, где со всей Европы свозятся автомобили на разборку или на ремонт, и люди не платят таможню, то есть они платят налоги только тогда, когда они перепродают, то есть запчасть или отремонтированный автомобиль. Я сегодня иду по принципу, неважно, Новая Зеландия, Дубай, Евросоюз, Россия, Америка, если мне где-то понравится, еще раз, реализованный проект, не проекты мечтателей, которых я видел много, будучи марабельцы, которые мне приносили там, мусороперерабатывающие заводы, не существующие в Италии и так далее. Если проект существует, и он приносит где-то прибыль, значит, такие проекты нужно реализовывать у нас в стране. Поэтому я продолжу ездить по миру, и только дураки, которые комментируют, у вас, смотрите, усатый, то в Мюнхене, то опять в Дубай. Ребят, все ваши начальники, которые не видели в своей жизни ничего, кроме Затоки в Украине и Новодаре в Румынии, они понятия не имеют сегодня, как выглядит сегодня, и не важно, это современный завод. Вы понимаете, мне стыдно сегодня, когда я узнал о том, что у нас ближайший к Молдове завод по производству комбикормовых смесей находится в Венгрии. То есть мы экспортируем сегодня, и не важно, это подсолнечник, зерновые и так далее. И у нас за 30 лет ни одна партия не показала комбикорм, завод по производству комбикормов. Но, к сожалению, наше время вышло, и я вас благодарю за сегодняшний эфир. Мы будем сильными, и за нами будут стоять в очередь и европейцы, и русские, и американцы, и румыны, и украинцы. Только тогда, когда мы будем сильной страной. Мы не будем страной по-порошайке, а страной, где есть производство, где люди зарабатывают деньги, и когда, поверьте мне, мы будем вытаскивать свой паспорт. Спасибо, господин Усатый. За пределами страны, чтобы наши люди не сестерзли. Огорделись этим. И бывший мэр Бельс, Рената Усатый. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин